Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Одежда и обувь, игрушки, посуда, домашний текстиль, электроника и бытовая техника. Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Войск-контроль» в студии Оксана Антоняк и звукорежиссер Евгений Копейн. И сразу напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Мекс.Ньюс.ЛВ, все каналы связи работают, так что присоединяйтесь. Говорить сегодня будем о правительстве, из кого оно должно состоять, из кого должна состоять коалиция. Как раз это сейчас актуально, поскольку у нас возможна перемена. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений отдельных политиков, в том числе из Единства. У нас в гостях два депутата Сейма, Мария Скучинская, Союзе Леоных и Кристиан. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Агешин, Согласие, здравствуйте. Добрый вечер. Господин Агешин, давайте с вас начнем, потому что все мы помним ваше громкое заявление относительно того, что Согласие готово создать правительство за 10 дней. Насколько я понимаю, в вашем видении Согласие должно создавать правительство. Да, но хочу сказать, что действительно мы вышли с этой новой свежей инициативой, которую, по-моему, многие люди достаточно высоко оценили. Но сейчас слово за президентом и отчет этому сроку в 10 дней еще не пошел, потому что президент никому не поручил формировать правительство. Более того, мы свою идею развили в начале этой недели и сказали, что нашим кандидатом на пост премьер-министра является Нил Ушаков, это раз. И второе, мы считаем, что если мыслить абсолютно трезво и логично, то правительство должно формировать три крупнейшие партии парламента, которые пользуются соответствующим доверием и имеют мандат от избирателей. Это Согласие, Единство и Союз Зеленых и Крестьян. При этом я хочу подчеркнуть, что не являюсь фаном ни Союза Зеленых и Крестьян и ни Единства. Однако никто в Сейме, ни одна партия не имеет 51%, такова воля избирателей. И поэтому это самое логичное и трезвое предложение. Это вторая наша свежая новость. И могу еще добавить, что Согласие является монолитной партией с очень высоким уровнем дисциплины. И у нас нет каких-то группировок, крыльев и людей, скажем, с абсолютно разнообразными точками зрения, которые не укладываются в рамках одной партии. Да, единственное, обычно говорят, что у них есть фланги, но у них это свидетельствует о демократии. То есть в вашей партии демократии нет? Партия – это коллектив единомышленников. У нас очень высокий уровень демократии. Мы действительно можем между собой дискутировать. Просто мы стараемся не выносить ссоры из СБ, публично не стирать грязное белье. Это правильно. А сначала договориться о единой позиции и с этой позиции выходить на люди. И это правильно. Потому что если позиции настолько различны, как в некоторых партиях, что люди публично, в СМИ, в социальных сетях просто поливают друг друга грязью, значит им не место в одной партии. А вы только что назвали три партии, которые, на ваш взгляд, должны составлять коалицию, единство, согласие, союз зеленых и крестьян. А что у этих партий, собственно говоря, общего, кроме того, что они показали лучшие результаты на последних выборах? В любом случае мы готовы садиться за стол переговоров и разговаривать со всеми политическими силами, представленными всеми, кроме национального объединения. Если процесс формирования нового правительства начался с начертания красных линий, то хорошо, мы свое слово говорим тоже с национальным объединением. Мы не будем говорить ни о чем, ни в каких форматах. В свою очередь с остальными партиями можно садиться за стол переговоров и дискутировать. Тем более, что пока 51% нет ни у кого, ни у одной партии, ни у одной модели будущей коалиции. Ну вот, хотелось бы уточнить, насколько остальные партии готовы с вами дискутировать. Господин Кучинский, вот как оцениваете такой вариант коалиции? Три крупнейшие партии, логично с другой стороны, за них голосовали избиратели. Ну, видите, один этот процесс создания правительства после выборов, который, как мы знаем, год уже как прошел, второй уже, если, ну, скажем, как этот раз правительство ушло и правительство должно создать новое, и на данный момент не было никакой оснований говорить, что мы так с собой поссорились, что сейчас надо все полностью разрушить и начинать что-то по-новому. Потому что, ну, например, у нас есть вот тоже очень хороший министр. Ну, возьмем хоть министр здравоохранения Белевич, который начал только реформы, но, естественно, он должен их продолжать. Скажем, Бергман, который очень успешно начал, конечно, мы поставим, чтобы он продолжал, потому что это просто логично, если те партнеры, которые год проработали, в первую очередь бы старались говорить между собой, что и на данный момент не очень-то успешно, но происходит. Я готов поспорить, извините. Я считаю, что коалиция предыдущая, она существовала и работала только до юра. Де-факто ее не было, и коалиционный договор многократно нарушался, но принятие многих важных решений, многих голосований в парламенте без поддержки оппозиции вообще были невозможны. Ну, вы так затренировались быть оппозицией, что это логично уже, ничего другого. Ну, зато мы не утратили здравого смысла. Я могу вспомнить тут слова некоторых представителей единства, той же СОВЭТ и Абблтани, относительно того, что неплохо было бы расширять коалицию, и многочисленные примеры того, как тот же Нацблок ставил какие-то не то ультиманы, не то как-то пытался шантажировать партнеров по коалиции, когда им что-то надо было. Может быть, все-таки не настолько успешен этот диалог? Почему сейчас СОВЭТ и Абблтани, вероятно, очень маловероятно, что ей удастся делать правительство, потому что у них ссоры с националами были до того уже, до такого уровня, что она просто уже искала других партнеров, как бы так много не ссорить. Так если настолько часто ссорились, может быть, действительно имеет смысл расширить коалицию, чтобы какое-то равновесие появилось? Ну, на данный момент, я говорю, что не исключено, что может дойти разговор до расширения или до другого, но на данный момент это просто обязательно, что те, которые три года работали, они должны определиться, кто будет руководить и как будем дальше работать. Но один вариант бы был на прошлой неделе, если в Яноте, ибо которая, конечно, сама свою премьеру убрала, сами должны по логике своего дать по-новому. Так что никакой индикации на данный момент не появляется, что такое будет. Потому это ответ, почему наш союз «Зеленых и крестьян» инициативу сейчас уже предлагает взять свои руки. Потому что еще есть такой миф, что нам очень выгодно стоять рядом, просто взять, что мы хотим, что мы не партия, которая хочет быть властью, которая хочет быть первым, играть первую роль. Но мы с этим сказали, что нет, мы тоже согласны, мы можем играть эту роль. Но если вы говорите, что все-таки может дойти до расширения коалиции, почему бы ее не расширить за счет согласия? На данный момент все разговоры, которые были насчет расширения, обычно были, я помню, и выборы президента, и перед этим, что вот насчет некоторых партий, которые сказали, что дайте нашему лидеру, ну, например, тут был один человек, который сказал, дайте нам Министерство обороны, мы будем поддержать президента Вейониса. Ну, это как-то, потому что с ультиматами, наверное, очень-очень трудно, но главное все-таки не посты, а главное, что если мы можем с кем-то договориться о работе, потом будем думать. Но вы не ответили на мой вопрос, не взят ли все-таки в коалицию согласия сейчас? Ну, вы хорошо очень знаете, что коалиции, я думаю, что исключено, что будет национальное объединение, что будет САСКОН, то есть на данный момент есть, конечно, такой выбор, и я думаю, что мы уже сказали, что мы без националов не пойдем. А почему? Вот объясните, мы слышали эти слова от представителей ЕДИЭС, вот от вас хотели бы услышать. Вот если выбирать между националами и согласием, то вы выбираете националов. Вот объясните, почему? Они же такие непрогнозируемые, они же там кого-то шантажируют постоянно, они встают в позу, они постоянно всеми возможными и невозможными способами выбивают выгодные для себя решения. Это же неудобный партнер по коалиции. Вы просто зажимаете мне, чтобы я сказал какой-то очень прямой ответ. Нет, я просто повторяю то, что говорят политики, то, что говорят политологи, эксперты. Скажите, если не согласны. Из политической логики, конечно, это не очень правильно, если за согласие проголосовали очень много, много жителей Латвии, если они, что они все время, так сказать, рядом. Ну, на данный момент, я говорю, что сегодня не кончились выборы, и такого разговора надо, наверное, делать только тогда, когда кончились выборы. Так что год назад такого разговора не было, и на данный момент мы не за то, чтобы расширяли еще. Ну, у вас ведь наверняка есть какие-то аргументы логические, или, может быть, не совсем логические, эмоциональные, почему брать националистов, почему не брать согласия? Мы готовы вам поверить, но просто расскажите. Мы прекрасно сотрудничаем с всех комиссий в парламенте. Мы никогда не различаем людей, кто по какой партии, потому что когда идет работа комиссии, то есть черная работа, которая должна дойти, там нет вообще разногласий между партиями, это, конечно, большой плюс, если думаем. А если говорить о поставке премьеров, тогда, наверное, есть разговор, кто создает правительство, и на данный момент нет у нас такого решения, а менять национальное объединение на усаскание, это все просто. Господин Агешин, как считаете, когда вы успели так себя нехорошо зарекомендовать, что партия-коалиция в один голос говорит, что лучше все-таки с националистами, неудобный партнер, но все-таки лучше, чем с согласием? Я хочу сказать, что в течение последней недели мне и многим моим коллегам приходилось участвовать в эфирах с представителями всех пяти остальных партий, представленных всеми, где в лобте говорили, что с согласием мы не будем, говорили хором. Однако я хочу сказать, что на этот раз позиция согласия совершенно четкая. Мы готовы формировать правительство, мы готовы работать в правительстве. Давайте с вами предположим, что президент Латвии в январе месяце говорит, я поручаю формировать правительство согласию. Тогда я считаю, что если не все, то очень многие политические партии, они смягчат свои акценты, смягчат свою риторику. Впрочем, это предположение. Если говорить по существу, да, действительно, я не скрою, это видно невооруженным глазом, что сейчас предпринимаются активные попытки изолировать согласие от участия во власти. Но я хочу сказать, что попытки изолировать согласие – это очень глупая и близорукая позиция. Да, но почему так происходит? Господин Лагешин, у вас же наверняка есть какое-то свое мнение. Почему? Вы знаете, что мы оправдываться не собираемся и не будем этого делать. А вы не оправдываетесь, вы просто назовите причины какие-то логические. Я хочу сказать, что называются очень разные поводы. И что бы мы ни делали в последнее время, и что бы мы ни сделали, в любом случае эти поводы будут подыскиваться новые и новые. Но это поводы, а причина в чем? Вот как вы считаете, почему? В чем причина? Почему не хотят вас брать в коалицию в очередной раз? Вы знаете, я за других отвечать не могу. Мне очень сложно. Очевидно, что различаются достаточно сильно наши программные установки. Ведь одно из первых, что мы сказали, когда правительство рухнуло. Ребята, сейчас очень удобный момент для того, чтобы провести структурные реформы и пересмотреть количество и необходимость министерств. Я считаю, что настал самый удобный момент, правительства нет, объединить Министерство финансов с Министерством экономики. Министерство экономики может быть департаментом в Министерстве финансов, а Министерство образования, с одной стороны, Министерство культуры, объединить, потому что это искусственное разделение. Однако, очевидно, некоторые политики привыкли считать Министерство своими вотчинами. Поделиться этими вотчинами будет трудно. Трудно будет предпринять такие смелые шаги. И отсюда подыскиваются разные поводы и предлоги по поводу наших внешнеполитических взглядов каких-то. И бог не весть, что еще. Внешнеполитические взгляды, это все еще актуально? Это, о чем мы говорим, это, наверное, такая большая установка, не установка. И, наверное, то, что согласие сумело объединить очень много сил, и она очень разнообразна. И это играет плюс и играет, конечно, минус. Потому что, наверное, буду все-таки откровен, что все то, что уже два года назад произошло в Украине, это, конечно, в некоторых смыслах влияет на это. Потому что я думаю, что еще три года назад согласие было очень-очень близко к правительству, очень близко и могли говорить, потому что такие установки там, что программы, что не программы, наверное, просто по правой или левой политике, там есть развлечения. Но на данный момент, конечно, если я еще раз возвращаюсь, если нам надо выбрать партнера между националами, между согласиями, то, что я думаю, что сто процентов наш избиратель, который нам очень важен, кто нас выбрал, чтобы мы работали в парламенте, на данный момент смотрит больше на ценности национальных. Ну, такая просто истина. Может, это я надеюсь. Я не говорю, что это всегда правильно, но такая есть истина. Знаете, согласие, ничего плохого на Украине партия согласия не делала. Это мы не сомневаемся, давайте мы сейчас перернемся на новости и рекламу все-таки и вернемся через несколько минут, не переключайтесь. Где лучше жить, в Латвии или Англии? На каком языке должен говорить ваш парикмахер? Когда придет вторая волна кризиса? Кто прослушивает ваши телефонные разговоры? И нужен ли нам второй ульманин? Два эксперта за и против. Аргументы и пристрастия. И только один пройдет наш «Войсконтроль». Каждый вторник в 17.00 в прямом эфире «Радио Болтком». Программа «Войсконтроль». Ведущие Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Добрый вечер. В эфире по-прежнему «Войсконтроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Телефоны прямого эфира сразу напомню. в 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните и пишите на видеочате на портале «Микс Ньюс ЛВ». Вся каналы связи работают, так что присоединяйтесь. Напомню, говорим о том, из кого должна состоять новая коалиция. Она все-таки может измениться, судя по тем сигналам, которые приходят из Сейма. У нас в гостях два депутата Сейма. Мария Скучинская в «Союзе леных» и «Кристиан». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И Валерия Агешин. Согласен. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер еще раз. Давайте сразу примем звонки. Надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, прежде всего насчет того, что там единство, так сказать, едино, все прочее. Вот. Я избиратель единства и пока не вижу, за кого голосовать, кроме единства, пока не вижу. Вот. Но я хочу сказать такую вещь, что единство, забывай, что оно проиграло эти выборы само себе. Если я раньше 200 килограмм выжимал, а теперь 150, какая мне радость, что кто-то там 120 рядом выжил, да? Поэтому надо думать над тем, как поднять свой рейтинг. Вот. И еще одну вещь хочу сказать, что единства не было у власти. Но в Рижской думе, я вот не знаю, Вадим Ярошенко, он принадлежал к единству, тьфу, единство, согласие. Вот. Принадлежал к согласию или честь служит Риге. Но как только испытание должностями идет, в любой, так сказать, партии. Вот вы посмотрите, есть такое понятное... Помните, шестерка Олштейна была, да? А теперь шестерка... Ну, цифра такая вот есть в русском языке шестерить. В единстве шестерка оппозиция там, да? Так вот, потому что идет испытание властью. Слава богу, пока согласию не светит это испытание властью. Ну, и там, наверное, было бы. А теперь сказать вам господину Кучинске, что... Возможно, вы станете премьером. Возможно, одна из кандидатур. Но запомните, вот по моим понятиям, все политики, которые будут... Они хотят, чтобы премьер был как можно слабее. Поэтому вот нынешние премьеры у нас... Просто не хотят, вот, чтобы был бы премьер сильная фигура. Удастся, если вы будете премьером, удастся вам победить это. Потому что, ну, так вот получается все эти партии, в том числе и ваша. Вот у вас рядом Оксана сидит, она филолог. Она вам... Вот для меня в партии Оксимарон. Вот она вам скажет, кто такой Оксимарон, да? Вот. Невозможно, чтобы было бы зеленые крестьяне. Это нигде такого не бывает. А еще у вас там еще парочка там есть. Так что я всем нам желаю удачи, всем нам, чтобы в новом правительстве все-таки, ну, хоть что-нибудь улучшилось бы. Чтобы не было внутри клановой там этой борьбы. Спасибо. Как можете прокомментировать? Я, может, в том момент прав, если я, может, не стану премьером, то, наверное, потому что я не слабый. Я, может, могу и согласиться, потому что все впереди еще. Я, конечно, не намерен идти в правительство и руководить правительство, где я кому-то могу быть просто марионеткой, который, ну, выдумает, что надо делать. И ты тоже, как премьер, это делаешь. Такое нам не нужно, скажем так. А это слово я не понял. Это когда противоречивые понятия сосуществуют рядом. Ну, например, ну, в том смысле, что зеленые крестьяне, в принципе, считаются враги в природе. То есть крестьяне за эффективизацию, зеленые против, не знаю, химии, например. Уже очень ушло все древности, что зеленые и крестьяне, что они, крестьяне, грозят, то есть, какое слово, что... Угрожают? Угрожают природе, и зеленые спасают природу, потому что на данный момент, я думаю, что Латвии очень удачно. Может, и потому идет ту очень умную цель, что все больше мы думаем о том, что все популярнее все-таки становится биологическое питание, и что больше и больше все-таки это баланс нам удается содержать, может, только потому. Такой противоречия и большого нет. А наши крестьяне, и так, в сравнении с средним крестьянам в мире, не так уж химией развлекается, как это бывает, ну, может, так, в странах, в которых давно идет только крестьян на бизнес, бизнес и бизнес. А вот тот факт, что вы настолько яро и активно защищаете нацблок, и некоторые представители единства делают то же самое, при том, что сами эти партнеры-поколицы очень часто жаловались на нацблок, который якобы, не знаю, шантажирует всех кругом. Вот это само по себе не является противоречием тем же Аксюм Иронам? Я думаю, что никакой такой большой противоречий нет. И я думаю, что о том, что были некоторые шантажи, которые, наверное, видны были обществу, наверное, это, может, из совсем других причин, были из какой-то, может, амбиции некоторых человек, чем они были по смыслу. — Господин Агешин, вам как подсказывает политическая логика, вот все-таки может ли Союз Силеных и Кристиан возглавлять правительство, если у них уже есть должность президента? Ну, как есть должность? Мы помним, что господин Вейни в свое время представлял именно эту политическую силу. У нас как-то принято все-таки разделять у кого-то президент, у кого-то спикер, у кого-то премьер-министр. До сих пор вроде как был какой-то баланс. Вот вам со стороны, глядя, как окажется все-таки получится у СЗК возглавить правительство? — Я хочу сказать, что если в правительстве и в коалиции не произойдет принципиальных изменений, то недоверие к власти, к кабинету министров, к парламенту только усилится. Уровень этого доверия и сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего, а если пожестче, ниже плинтуса. Но если в коалиции не произойдет никаких изменений, то уровень доверия к обществу не будет расти. Во всяком случае, я думаю, что президент страны, Раймонд Вейвинис, должен на сегодняшний день занять более активную позицию по формированию правительства. Потому что он сказал партиям, что «жду ваших новых предложений до Нового года». Не так ли? Действия политиков, правящих коалиции, свидетельствуют о том, что кто-то уехал в отпуск, кто-то объявит о своих решениях перед Новым годом. После Нового года Раймонд Вейвинис уезжает в командировку. Поэтому я думаю, что президент должен занимать сегодня более активную позицию, а не дожидаться просто пока партии придут с готовым списком кабинета министров. Потому что по Конституции он конкретному совершенно лицу поручает формировать правительство. Таким образом президент рискует, но, допустим, доверит он на согласие, а согласие не может собрать. Я отвечу, значит, здесь механизм очень простой, понятный и юридический, и политический. Президент поручает формировать правительство партии, пришедшие к финишу первой на выборах. Если в этой партии не получается ничего, президент и его имидж не страдают. Он тогда поручает формировать правительство второй партии по счету, третьей партии по счету и так далее. А если из этого не получится ничего, то тогда Конституция тоже предусматривает возможность решения этого конституционного казуса. Внеочередные выборы парламента, которые инициирует президент. Механизм в Конституции четко отработан, так что никому здесь уже бояться не надо. У вас получится набрать коалицию, господин Агешин, если вдруг? Нам никто ни разу не предоставлял такой попытки. Все только гадают на кофейные гущи. Сейчас получается, что никто не хочет с вами работать. Не получится у согласия. Так нам никто не поручил. Поэтому мы президенту страны сказали четко. Мы готовы. Дайте нам 10 дней. Если не получится, передавайте эстафетную палочку следующей партии. Я не согласен с тем, что президент как-то неправильно бы сделал, потому что, во-первых, и по нашей Конституции все-таки достаточно большую роль играет и парламент, и президент на данный момент не может создавать правительство. Но если к президенту на прошлой неделе пришли, так сказать, неготовые политики называть правительство, в том числе партии, которая сверла своего премьера и не может показать, что будет дальше, то ему только, ну, я думаю, единственное разумное решение было идите домой. Причем не забудьте, что на данный момент адвент и Рождество приближаются. И не думаю, что кто-то бы хотел, чтобы тут дрались политики где-то и хотели бы сейчас еще за неделю создать правительство. Я думаю, что решение правильное, на Новый год будет новое положение, и если тогда не будет никаких намерений, если никто из премьеров, который, я думаю, вы тоже можете своего уже, и не будет каких-то, ну, навыков, что создается где-то коалицией, тогда, конечно, он должен будет как-то мешаться в данный момент. Но сейчас он дает свободное право определиться, и мы видим, что все камеры сегодня вечером убирали в Европе, все ждут, что там будет. Без этого очень трудно бы взять инициативу президента. А какие риски? Что может случиться? Какие риски? Да, что-то может случиться на этом заседании. Сегодня, наверное, определится, окончательно определится, будет какая-то попытка той партии, которую, я еще раз повторяю, своего премьера сверла. Никто это не просил из партнеров коалиции. Сегодня, наверное, мы узнаем вечером, есть какие-то индикации, что они могут или не могут создать новое правительство. Хорошо, господин Кучинский, а если вдруг, ну, представим себе на минутку, вот президент выходит и говорит, а вот пускай согласие осоздают правительство, вы пойдете в это правительство работать? Ну, тогда и начнется какие-то, какие-то, наверное, попытки, наверное, тогда тот, который выдвинут, пойдет другими партиями, начнет... Но вы готовы разговаривать в таком смысле? Мы готовы всеми разговаривать, это естественно. Я еще раз повторяю, и в комиссиях, и ежедневно мы нормально сообщаемся буквально всеми партиями, думаем о том, как в Латвии развиваться. Так что, почему бы не говорить? И, в принципе, депутаты от согласия, они демонстрируют себя как патриот, я так понимаю, да? Ну, они согласны, они, конечно, показывают, что они тоже думают о том, какой лучший вариант, как развиваться в Латвии. То есть, они не ведут себя как рука Москвы, например, да? Ну, я вообще не думаю, что парламент полный какими-то врагами Латвии. Это я отрицаю. Конечно, все, каждый в своей мере хочет хорошее свое государство. В том числе и депутаты от согласия. В том числе и депутаты от согласия. Может, как-то различается, как каждый думает об этом. Но я отрицаю, что, конечно, за них проголосовал свой электронат, они очень законно и работают. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот я хотел бы сказать вашим гостям следующее. Каждому в отдельности. Господину Кучинскому мне хочется сказать, что мне не очень-то сильно надо гордиться своими министрами. Чтобы гордиться, надо сказать, что они сделали. Что сделал господин Белевич. Сходите в любую поликлинику и в любую больницу. И вы увидите его великие труды, не говоря уже об аптеках. Господа министр экономики погубила вообще, по сути дела, всю экономику. И дальше губит ее делами с Литвой, связанными с энергоносителем. Мы это все увидим. А господину Агешину мне хочется сказать, что согласию хватит уже, наверное, все обещать. Согласие должно прийти к президенту не просто со словами «мы можем за 10 дней». Вы принесите список министров, которых вы предлагаете. Объявите их в средствах массовой информации. Вы объявите программу по принятому бюджету. И выбросьте вы этот союз зеленых и крестьян. Возьмите единство. Возьмите госпожу Судоробу. Возьмите господина Бондарша. И оставьте в коалиции, противоставьте союз зеленых и национальное объединение. Вот тогда вы будете герои, молодцы. И все будут поддерживать вас. Сделайте такую программу, которая народу нравится, а не нравится господину Кучинскому или еще кому-то. Вот тогда вы будете победители. Успехов! Иван? Да, спасибо за такую точку зрения. Я хочу сказать, что, наверное, никто нас не сможет упрекнуть в отсутствие идей, если мы затрагиваем такой сложный и неоднозначный процесс, как формирование правительства. Я напомню только две наших идеи, с которыми мы обращались к предыдущему президенту Андрису Берзиньшу. Одна из них – это была возможность технического правительства беспартийных профессионалов. Давайте правительство формирует менеджер высокого звена или высоко поставленные, хорошо подготовленные профессиональные чиновники. Есть и такие. Эту идею беспартийных профессионалов тогда все отвергли, некоторые похвалили. Не принято. А вторая наша идея, которую мы предлагали, мне кажется, была тоже очень конкретно интересной. Давайте сломаем этот лед в наших отношениях. В Сейме и в правительстве не будет никакой оппозиции. И создадим радужное правительство, радужную коалицию. Когда все 100 депутатов Сейма берут на себя ответственность и нет оппозиции. И министерства, ну в кавычках, разделяются на сферы ответственности между всеми партиями, представленными всеми, пропорционально уровню к доверию избирателям. Это тогда тоже было отклонено. Поэтому сегодня мне слушателю, который позвонил, остается с ним согласиться, зафиксировать и записать. Хотя по фамильный список министров мы перед выборами в национальный парламент тоже оглашали. У нас длинная скамейка запасных. Еще один звонок премиум. Коротко. Очень попросим нашего радиослушателя буквально в нескольких словах. Здравствуйте. Я тоже к господину Агешину хотел бы обратиться и к согласию с ним. Мое мнение, я всю жизнь голосую. У меня дети уже выросли за партии, которые русскоязычные избиратели защищают. Я устал, честно скажу вам. Потому что вы сидите, вы почиваете на лаврах. Вас все устраивает. Вы ничего не хотите менять. Вы имеете свои 30% и думаете, что вы их будете иметь всегда. Вместо этого вам где-нибудь надо включить Жириновского. Что-нибудь включить. Вы полным грустным голосом все время что-то объясняете. Вам надо взять еще где-то 10% латышского избирателя. Вы ничего для этого не делаете. Хотя правительство очень сильно старается, чтобы вы могли забрать их. А вы ничего для этого не делаете. Спасибо за вашу мысль. К сожалению, наша передача подошла к концу. Единственное, что я хотела бы сегодня еще напомнить, что сегодня вторник. И каждый вторник на радио Болтком день добрых дел. И сегодня зеленая лампа помогает работать для сбора средств на покупку детского питания и памперсов для конкретных малышей до 2 лет из бедствующих семей. Напомню, что вот эти малыши каждый месяц получают пакет скорой помощи на 16 евро. Для того, чтобы поучаствовать в сборе денег, можно позвонить по телефону 9-00-63-83. 9-00-63-83. Цена звонка евро и 42 цента. Но я напомню, что в гостях у нас сегодня были два депутата СЭИМа. Это Мария Скучинская, Союз зеленых крестьян. Спасибо, что пришли. И Валерия Гешин, Согласие. Спасибо, что пришли. Спасибо, до свидания. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания. Каждая женщина – звезда. Позволим звездам блистать во всем своем великолепии и создавать неповторимый праздник для себя и других. Звездное время. В магазинах Дрогос. Грандиозные скидки до 50%. Выиграй пятизвездочные каникулы в Риня и полторы тысячи других блестящих призов. Дрогос рядом с вами. Номер разрешения лотереи 3920. На старт, внимание, Гольф! Точные линии и новейшие технологии – это Volkswagen Golf, который готов к любой ситуации. Выбирай свой, ведь теперь приобрести Гольф стало еще выгоднее. Начиная от 16 386 евро. Ежемесячный платеж от 135 евро. Выгодные условия лизинга «Фольксваген» обеспечивает СИА ДНБ Лизингс. Узнай больше на «Фольксваген ЛВ». «Фольксваген. ДАС АТО». Социальные сети радикально поменяли работу самоуправления. Я хочу сказать спасибо всем рижанам, которые обращаются к нам в Фейсбуке и Твиттере, чтобы сообщить о проблеме, дать совет. Вы все помогаете нашим службам приводить Ригу в порядок. Быстрее и без лишней бюрократии. Делайте это, пожалуйста, чаще и активнее.